Друзья, привет! С вами Джамбо Макс и в этом видео мы с вами обсудим тему карта платы, расскажу вам историю о том, как они меня вообще спасали, а самое главное, расскажу, почему в данный момент их категорически нельзя покупать. Просто в последнее время многие люди их находят и теряют свои деньги. Но перед началом видеоролика хотел бы обратить ваше внимание на канал Старая Газета Геймера. Канал, в котором автор обозревает игровые аксессуары, консоли, проходит игры и рассказывает много всего, что связано с игровой тематикой. К сожалению, YouTube почему-то не продвигает начинающих авторов, поэтому если вам интересен данный контент и вы хотите поддержать канал в его начинаниях, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Автору будет очень приятно. У нас все готово, поэтому давайте начнем. Раньше, во времена Xbox 360, когда банковские карты не были так распространены, как сейчас, существовали некие поинты, при помощи которых можно было покупать те или иные игры, дополнения, шмотки для аватара, короче, все, что находилось в Xbox Live. Если кто застал такие моменты, с вас обязательно лайк, посмотрим сколько нас. Данная тема была очень распространена и даже в России ее можно было приобрести. То есть, по сути, эти поинты были некой местной валютой в Xbox Live. Были такие карточки с номиналом 800, 2100 и 4000 поинтов. Если мне, конечно же, не изменяет память, то за 4К поинтов можно было купить новиночку. Опять же, если не ошибаюсь. Лично я тоже покупал эту валюту, так как банковской карты я на то время не имел, а дополнения для онлайна брать где-то надо было. Но эти поинты ближе к 2014 году, точно не помню когда, превратились в настоящую валюту. То есть, по сути, весь магазин ушел на привычные доллары, рубли, евро и так далее. Тогда уже банковские карты были много у кого, и, видимо, майки решили просто не заморачиваться над ценами и ставить все в привычной цене для каждого региона. Но что же произошло с теми поинтами, ведь куча кодов все еще продавалась на рынке. Все они были просто переведены в соотношение с ценами. То есть, по сути, если ты мог условно купить там игру за 4К поинтов, значит это якобы 4000 рублей. Но на первых этапах, когда конвертация работала, если что, со временем поинты напросто потеряли срок активации, имели некую выгоду, так как та самая конвертация играла на руку пользователям. И покупая условно 4000 рублей в поинтах, вы получали 4000 с копейкой, тем самым получая лишние рубли. Когда вышел Xbox One, поинты ушли с рынка вообще и появилась просто виртуальная валюта. То есть, код на 2000, на 1000 и так далее. Опять же, это было очень удобно для тех, у кого не было банковской карты. Я ими тоже пользовался и лично они даже в некоторых моментах меня реально спасали. Дело в том, что на начальных этапах продажи Xbox One в России была словно дискриминация Хуана. Мало того, что он появился официально на нашем рынке спустя год после выхода плойки, так еще и на протяжении какого-то времени на Xbox One именно в России опаздывали партии видеоигр. У меня брат фанат серии GTA, он очень любит GTA V и играл на нем на Xbox 360. И когда у нас появился Xbox One, он очень хотел поиграть в эту игру на новом поколении консолей, так как там все-таки ввели режим от первого лица. Я помню этот день, как сейчас, я поехал за GTA V в дату релиза в магазин, так как я учился на тот момент во вторую смену и мне хватило времени, чтобы купить и вернуться обратно. И дело в том, что в магазине просто не подвезли версию для Xbox One. И в этой ситуации было всего лишь два выхода. Либо ждать неизвестное количество времени, либо же каким-то образом купить через онлайн магазин. Так как банковской карты у меня не было, естественно мы смекнули, что можно купить карты оплаты и не париться, что в принципе мы и сделали. Но на дворе конец 2019 года много что в Microsoft Store по отношению к России поменялось. И дело в том, что с февраля этого года майки убрали рубли со Store и сделали все цены в доллар. Опять же, это не глобальная проблема, так как с банковских карт без проблем можно это все приобрести. Но тут пострадали те самые карты оплаты. Да, по сути их уже нет и их тяжко найти, но их все-таки в каких-то магазинах продают. И некоторые пользователи, смотря на некую выгоду в покупке, ведь старый код вряд ли будут продавать по той же цене, как продавали ранее, тем более когда он не актуальный, продают его с маленькой выгодой, по типу 2000 рублей за 1899 рублей. Почему бы и нет, ведь код рабочий и лишнее 100 рублей. Но в этом всем есть некая проблема. Код действительно рабочий, валюта будет привязана на ваш аккаунт, но обналичить ее, то есть что-то купить в Xbox Live вы не сможете, так как вы купили все-таки рубли, а магазин весь в долларах. А конвертации на валюты при помощи карты оплаты, к сожалению, нет. Поэтому ваши рубли навсегда будут оставаться бесполезными рублями на вашем счету аккаунта. Да, есть случаи, в которых пользователи просто возвращали свои деньги, ведь эти деньги нельзя обналичить. Но уверен, что некоторые продавцы могут просто дать заднюю, ссылаясь на то, что код был все-таки рабочий и вы им воспользовались. А работает ли он в ваших целях или нет, это явно не его проблемы. Поэтому если вы вдруг увидите карты оплаты с номиналом в рублях, ни в коем случае не покупайте. И предупредите продавцов, что они по сути бесполезны. Я не знаю, как будет в будущем, но если конечно же рубли вернутся в стор, и карты оплаты будут как-то существовать, то данная сумма все-таки должна обналичиться. Но в данный момент этого не реализовали, и покупать карты со взглядом на светлое будущее, как по мне, очень рискованно. Как обстоят дела с картами оплаты других регионов, сказать не могу, поскольку я ими не пользовался. И в данный момент покупаю все через банковскую карту. Был бы признателен, если бы вы поделились этим видео со своими друзьями, для того, чтобы они тоже были в курсе этой ситуации. На этом у меня все. Если видео было полезным, то ставь лайк, не забывай подписываться на канал и оставлять свои комментарии насчет этой ситуации. Расскажите в комментариях, покупали ли вы когда-нибудь такие вот поинты, и были ли у вас подобные ситуации. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok